Пара поросят, куры, вот и все подсобное хозяйство семьи Олявдиных из Тепла Огарева. Особой гордостью была корова-ночка, но та умерла три недели назад. Виктория Олявдина вспоминает, как днем мама заготавливала свежее сено, а вечером брала два ведра на дойку. Сток с сеном готов и сейчас, но последние несколько дней к нему никто не подходит. Мама долго очень плакала, я ее ни разу не видела просто в таком состоянии. Она очень долго плакала, просто у нее была просто истерика. И это длилось, наверное, около трех дней. Ежедневно у семьи было свежее молоко, сметана, масло, творог. Кормилица не давала голодать всей семье. Об этом Виктория рассказала в обращении, которое на последнем оперативном совещании в областном правительстве зачитал губернатор Алексей Дюмин. Девочка пишет, что у них умерла корова, а без кормилица приходится туго. И мама постоянно плачет. Вот я перед кисручением вам даю поручение найти возможность помочь этой семье, чтобы эта семья была корова. Сделаем, Алексей Игнатьевич, чтобы мама не плакала. Корова по кличке Верба не позволит семье голодать, а маме плакать, говорит Вика. Министр сельского хозяйства рассказал девочке о новой кормилице. Сегодня приехали ветеринарные специалисты. Вы с ними вместе должны понять, как за коровой надо хорошо ухаживать, ладно? Чтобы все получилось хорошо. Верба уже щипает траву во дворе, а все члены небольшой деревенской семьи пытаются найти к буренке подход. Светлана Алявдина по опыту знает, что у каждой коровы свой характер. Я говорю, Вик, я брошу корову тогда, когда ты научишься доить, чтобы я знала, что ты у меня к жизни готова к разной. Чтобы ты когда научишься доить, тогда уже будем с тобой, ну не знаю. Я сейчас тут смотрю, а они стараются все равно как-то их труду, мне кажется, ребятам легче приучить. Уход за вербой должен быть еще более трепетный. В ближайшие полгода корова даст потомство. Естественно, все с документами, все как полагается и так дальше. И даже в личном подсобном хозяйстве, я же не даром девочке сказал, да, нужно смотреть за тем, чтобы корова содержалась в надлежащих условиях, чтобы своевременно выявлялись, диагностировались заболевания, если они, не дай бог, будут и так дальше. Для того, чтобы получать и здоровое молоко, и качественное молоко, и в том количестве, в котором любой хозяин рассчитывает его получать. Светлана поделилась планами по дальнейшему ведению хозяйства. Она планирует расширять ремесло, в том числе в связи с грядущим приплодом. Илья Логинов, Сергей Давыдов.